ДИАНА САЛАДСКАЯ РУКОВОДИТЕЛЬ Доброе утро! Доброе утро! Мы вас приветствуем в городе. Мы знаем, что у вас сегодня стартует выставка в Иркутске. Расскажите поподробнее, что за выставка? Кто начнет? Или, может быть, вы расскажите. Давайте вы начнете, а вы... А я продолжу. Да, вы проработаете. Большое только уточнение. Выставка все-таки открывается завтра. А, завтра. Сегодня у нас период активной подготовки. Да, сегодня у нас будет встреча с прессой, с журналистами, с лицами заинтересованными. Вот. И период активной подготовки. Мы очень серьезно готовились. Ну, в основном, конечно, Миша. И... И... На самом деле, зрителей... Не зрителей, а иркутяны, гостей города ждут приятные... Я думаю, даже более чем приятные сюрпризы. Потому что Миша с августа месяца работал вот над тем, чтобы пополнить тот запас работы, который он привез сюда. Вот. И это совершенно новая работа. Мы вчера пытались прикинуть, сколько у нас в общем объеме получается новых работ. Потому что иркутяне все-таки знакомы с творчеством Миши. И можно сказать, что достаточно хорошо. Вот. Но у нас получилось порядка 70% новых работ. То есть это колоссально. Да, это колоссально. Потому что, ну, конечно, сама выставка очень объемная. Мы... Вчера мы... У нас распределилось вот так вот в экспозиции порядка 60 работ. Сегодня вот мы уже будем тонкую доводку делать. И реально, наверное, будет, может быть, чуть-чуть побольше. Но 60 работ это очень много. Очень плодовитый художник. Очень. Простите, просто лично мне интересно буквально на секунду. Ступим. Сколько уходит времени на одну работу? Ну что, издевайтесь? Знаете, как Пикассо сказал однажды? Как? Она сказала, красиво. Это заняло мне 3 минуты и всю жизнь. Это когда девушка проходила мимо него? Ну, конечно. Потому что Диана сказала с августа. Но вот как бы раньше же, знаете, мысли-то на... Что-то... Какие-то эскизики себе делать, какие-то зарисовочки. Это все откладывается в папочку туда сзади. Холст на бумагу. Миша, у меня к вам родился следующий вопрос. Во-первых, я объясню телезрителям, почему я вас называю Миша. Потому что это ваше конкретное имя. И Михаил вы не приемлете. Именно Миша. Я иногда не оборачиваюсь даже. Да. Именно Миша. Поэтому у нас не просто понебратские отношения. Это имя художника. Миша, я знаю, может быть, кто-то из телезрителей не знает, что 22 года вы уже живете в Бостоне. То есть Америка фактически ваша вторая родина. Получается, что да. У вас во многих европейских странах проходят выставки. Ваши работы в коллекциях известнейших людей в частных. Ну, например, там я знаю, что у Горбачева, у Джона Малковича и очень много известных людей имеют в своих коллекциях ваши работы. Скажите, пожалуйста. Бупалин, недавно у вас была выставка в Лувре. Вот, кстати, да. И скажите нам, пожалуйста, с Анютой, вообще, что вам в Иркутске нашло? Нет, вы действительно такой востребованный художник. Действительно, в Иркутске что дает вам это участие в выставке? Во-первых, когда вы говорите слова о моих достижениях, так приятно, я даже так слушаю, радуюсь, мне так нравится. Всего по-честному. Говорите. Мотает по миру меня, представляете, хочется охватить многие пространства и интересно. А Иркутск, мне кажется, как бы так вот меня красиво и вкусно приняло. Вот мы познакомились с Дианой год-два назад примерно. Три уже почти. И как-то вот потихонечку вместе пытаемся вот как бы вот что-то показать. Нет, ну вместе, ну мне интересно, ну в Иркутске-то что может быть интересным? То есть я понимаю, Москва, Питер, Европа. Вы знаете, что самое главное? Люди. Везде ситуация, самое главное найти в жизни людей, людей, которые принадлежат тебе по духу. И вот где-то кусочки людей ты находишь или мало, там в одной стране, в другой, в третьей, и так собирается твой круг друзей, людей, близких и так далее, и так далее. И на самом деле Иркутск, несмотря на дикий холд у вас, и по-моему в конце недели будет похолодание, мне обещали, началось, да? Сегодня с утреца это еще. Ну понятно, на самом деле как-то вот теплое отношение. И на самом деле очень интересный контраст холодности воздуха и теплоты человеческих отношений. Такой, знаете, хороший микс замешанный. А можно я добавлю поводы? Конечно. Поводов на самом деле масса, и вот то, что говорит Миша так вот обтекаемо и общо, я бы добавила к этим вот приманкам, которые тянут в Иркутск, ну во-первых, благотворительный бал. Так. Да, где Миша был, собственно говоря, официальным художником. Балмэра 2012 года. Балмэра, да, он носил характер благотворительного. Вот, это естественно его прямое творчество и персональные выставки, и вы зря недооцениваете иркутскую публику, она очень любит искусство. Да, 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 оценивай. Мы хотим, чтобы вы это озвучили. Нам было интересно, причем после Лура именно вот Иркутска. Вы знаете, мне кажется, что сейчас самое время посмотреть на работы Миши и Лена, чтобы зрители, те, кто еще вдруг не знаком с творчеством такого великого художника, представлял, о чем мы говорим. Друзья, внимание на экран. Миша «Контролиня» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это, конечно, достижение, мне кажется, о котором мечтает практически каждый второй художник Может быть, даже каждый Также, наверное, каждый мужчина мечтает быть на обложке журнала, друзья Вот прямо сейчас мы можем показать вам Вот обложка журнала, да Миша Это Миша Это Миша, да А также, вот, лицо с обложкой, тут целая огромная статья Мне, знаете, что интересно Вот то, что написано Увидев его работы один раз, будешь узнавать их из тысяч Ну, действительно, Миша отличается тем, что у него есть свой авторский стиль, который легко узнаваем И у меня родился такой вопрос Счастье для художника быть востребованным Вы отличаетесь именно тем, что вы востребованы сегодня Мало того, что вы занимаетесь творчеством для своей души У вас еще очень много, ну, контрактов, да С разными компаниями, для которых вы выступаете в качестве дизайнера, графиста и так далее Вопрос в следующем В Иркутске тоже очень много художников Молодых, талантливых Ваш совет, как вот такого человека Достигшего, действительно, вот этого успеха, востребованности Как нужно действовать молодым автором Для того, чтобы прийти хотя бы к половине такого результата Да, ну, во-первых, насчет узнаваемости Это интересный момент Вы знаете, иногда, когда в Москве вешаются какие-то баннеры с моими картинами Мне друзья звонят в Америку и говорят Миша, тут под тебя кто-то косит Я говорю, да-да-да-да, это я на самом деле Это правда, очень важно иметь свой узнаваемый стиль Но самое главное, ответ на ваш вопрос не существует Если бы он был записан, все бы могли этим пользоваться и уже куда-то идти Это кусочки жизни, которые ты сам для себя составляешь И выстраиваешь свою жизнь, свое творчество, свой стиль Наверное, каждый должен найти себя То есть самое главное, найти комфорт в том, что ты делаешь И тебе, чтобы это нравилось Это самое важное, на самом деле Не просто там для денег или так, чтобы убить время А просто получать удовольствие и найти немножко себя Вот найти себя, самое сложное в жизни Миша, вы знаете, интересно то, что мы готовились когда-то вчера к интервью Меня интересовали конкретные факты Вот Аня мне рассказала интересные вещи Что в каждом городе вы чувствуете вибрацию Да, все верно? Да, ну вы говорили в интервью, что каждый город обладает действительно каким-то вибрацией Так вот, расскажите про наш Иркутск Какую вибрацию для вас обладает Иркутск? Мне кажется, вот я тогда сказал какое-то время назад Это вибрация холодности воздуха и теплоты людей Вот серьезно, создается такой Комфорт Знаете, такой острый, немножко хрустящий, как снег под ногами, когда холодно и сухой воздух Вот какой-то вот хрустящая вкуснота Представляете, вот я буду сегодня Маяковским, буду придумывать новые слова Еще с ароматом морозной свежести, наверняка, да? Мы с вами придумаем замечательные комбинации Мы сейчас порошки придумаем Мы сейчас название порошков мы запридумываем Да, это тоже хороший бизнес, он приходит, приносит доход, так что Ну вот есть свой дух, на самом деле, он чувствуется Наверное, надо вот, вот сложно всегда назвать словами, да? Вот, может быть, вот серьезно, хрустящая вот какая-то вот теплота Или вкусность Вы поэт наверняка еще, да? Вы пишете стихи Мог бы, но нет Мог бы, но нет Идея ваших работ приходит вам... Поворот, поворот головы женщины на улице Увидел где-то руку, не знаю, взгляд, плечо Но все же это воспоминания? Или вы зарисовываете воспоминания, на самом деле А воспоминания Или, может быть, увидел какой-то кусочек, поймал его И уже развил дальше какую-то историю, на самом деле Можно же развить из ничего, из ерунды Друзья, огромное спасибо, во-первых, вам, наши уважаемые гости Что вы к нам пришли Познакомиться поближе с творчеством Миши и Лена Можно будет уже с завтрашнего дня в галерее Давайте напомним конкретно, по какому адресу находится Галерея Диаз Галерея Диаз, партизанская 56 Пожалуйста, ждемте Ну все, все бегом туда Мы бы с удовольствием общались с вами еще долгое время Вы заряд позитива Ну, к сожалению, время пришло Там утром пригнали и выгоняете Нет, ну что такое К сожалению Вы можете остаться, а программа будет продолжаться Да, ну хорошо И вот от тем вот морозной, нет, тек, хрустящей свежести Мы попытались передать в нашем прогнозе погоду Ну, посмотрите, может быть Может, я буду вести прогноз погоды потом? Ну, попробуем Если хотите